Документальный кадр Документальный фестиваль серии «Времена и эпохи» в считанные минуты перенес гостей из бурлящего современного мегаполиса в Средневековье, где прекрасные дамы посылают платки своим избранникам на ресталище. Русские дружины сражаются с Тевтонским орденом, а степные кочевники-монголы разбивают свои шатры на землях Восточной Европы. Охвачен достаточно обширный исторический период, что нечасто встречается. Как и такое высокое качество костюмов и деталей. Как правило, представляется какая-то одна историческая эпоха, и при этом общий уровень оставляет желать лучшего. Я думаю, это замечательно, что сюда съехались люди со всей Европы. Это своего рода эпохальное событие. В музее-заповеднике Коломенское на целых три дня развернулся новый музей. Музей живой истории, где можно было своими глазами увидеть четыре давно ушедших века нашей истории. Организаторы поставили себе целью не просто создать абстрактный образ Средневековья, но показать Средние века в развитии и разнообразии. На отдельных площадках разместились лагеря Европы XIII, XIV, XV и XVI веков, ставка хана Золотой Орды и походные шатры русской дружины. У каждой площадки своя специфика, как в повседневном быту, так и на поле битвы. На центральной арене фестиваля у зрителей была уникальная возможность сравнить на деле эффективность военных тактик разных эпох и народов. Воочию увидеть те изменения, которые происходили в Европе в период высокого и позднего Средневековья. Трудно не заметить разницы между тевтонскими рыцарями, вооружение которых стоило целое состояние, копейщиками итальянских городов XV века, набранными среди простых лавочников, и привычными к грому пушек ландскнехтами, воинами-профессионалами последнего XVI столетия Средневековья. Более двух тысяч реконструкторов из шестидесяти городов России и зарубежья все три дня сражались, проводили мастер-классы, показывали представления и развлекали гостей интерактивными играми. Фестиваль как будто жил сам по себе, своей жизнью. Разъезжала чумная повозка, ходили караваны ордынских работорговцев, уводивших в полон русских девушек, ведьмы открыто занимались ворожбой, а ощущающие тяжесть своих грехов гости могли заглянуть в XV век за индульгенцией. Охватить все зрелища одному человеку было ну никак не под силу. И, конечно, самым ярким событием праздника стал турнир, на который съехались лучшие рыцари со всей Европы. Организаторы пошли на рискованный шаг. Они не стали подстраивать зрелище под современные каноны шоу-бизнеса и провели рыцарское состязание с максимальной степенью исторической достоверности, ни на йоту не сократив бытовавший в те далекие времена церемониал. Единственное, что напоминало о том, что мы находимся в XXI веке, это микрофон в руках у распорядителя турнира. Ириск оправдал себя. За три дня турнир посмотрели более 220 тысяч человек. Трибуны были забиты до отказа, и зрители толпились даже на склонах близлежащих холмов. Накал эмоций можно было сравнить разве что с матчами Чемпионата мира по футболу. Я знаю, насколько сложно организовать подобный турнир. Это рискованно, поскольку нужно было сделать то, чего в России еще не предпринималось. А для этого нужно приложить максимум усилий. Герольды несли гербы и девизы своих рыцарей. Прекрасные дамы пристрастно оценивали куртуазность всадников. А сами участники соревновались не столько в умении владеть оружием, сколько в следовании кодексу рыцарской чести. Честно говоря, именно ради этого всего я занимаюсь джойстингом, занимаюсь Средневековьем. Не ради спорта, как спорта самого по себе, а именно ради ритуала, ради красоты, ради истории. Это ощущение настоящего Средневековья. Это ощущение, что вот теперь как раз, вот теперь все так, как было тогда. Трех дней было, конечно, недостаточно. Многие несчастные никак не могли оторваться от проходившего на центральной арене турнира и так и не узнали, как заметить первые признаки чумы, как ставить юрту или из куска руды получить готовый клинок для меча. Ну что ж, времена и эпохи проходят. Никто не в силах остановить бег времени. И в будущем году нас ждет уже совсем другое прошлое. Редактор субтитров А.Семкин